В Сосновоборске назначили нового главврача городской больницы. Предыдущего Владимира Гараева уволили накануне после митинга жителей. Они требовали снять руководителя с должности. Сегодня мэр представил нового главврача Марину Чащину. Она первый месяц работает в этой больнице. Уже два часа она отвечает на вопросы жителей. На встречу побывала моя коллега Елизавета Мирозлякова. Лиза, добрый вечер. Расскажи, что пообещала новый главврач и как будет решать проблему с кадрами? Добрый вечер. Расскажу сначала немножко о Марине Чащиной. Это новая исполняющая обязанности главного врача. Она в профессии 28 лет. До этого долгое время работала в Березовской больнице. Сосновоборскую попала в начале февраля. Была замом, а сейчас ее назначили исполняющей обязанности. Она отвечала сегодня на претензии жителей. Они жалуются на нехватку кадров, что не могут попасть к узким специалистам. Их жалобы оправданы. Сама же главврач Марина Чащина провела статистику, что каждый житель Сосновоборска 7 раз в год обращается в больницу. И она подтвердила, что это на самом деле много. Специалисты требуются. Но ситуация немножко двоякая. Потому что, например, что касается инфекционного отделения, о котором очень переживают жители, его действительно закрыли. И оно не соответствовало санитарным нормам. И провели анализ. И выяснилось, что требуется оно малому числу людей всего. Два человека в месяц попадали в него. Поэтому решили, что пока временно оно работать не будет. Что касается стационара, о котором также переживали жители, исполняющая обязанности главврача подтвердила, что ни одно место стационаре закрывать не будут. Он продолжит работать. Также очень волновал вопрос со скорыми. Это экстренная помощь пациентов. Сейчас появилась информация, что их будут возить в Красноярск. И действительно, есть два маршрута. Это Железногорская 20-я больница. Выбирать, куда отвозить пациентов будут по диагнозу. Но маршруты, как заявила Марина Чащина, согласованы с Минздравом. Поэтому нарушений у больницы здесь нет. Также люди спрашивали, почему не оказывается экстренная диагностика, почему не могут получить талоны к узким специалистам. На что врач ответила, что диагностика нужна, в первую очередь, терапевту. И если вас не отправляют на обследование, значит, терапевту уверен, что оно вам не нужно. А если же все-таки направляют, значит, вы попадете, скорее всего, в Красноярск либо в какие-то другие больницы, потому что узких специалистов действительно не хватает. Люди жалуются, что не хватает терапевтов. Как я уже сказала, всего 18 участков Сосново-Борске. И терапевтов на них 11. То есть специалисты работают за двоих. Также недостаток в детской консультации. Не хватает хирургов, травматологов, неврологов. Что заявила главврач по поводу того, как будет решаться кадровый вопрос? Давайте послушаем. Во-первых, это самое главное – это привлечение кадров. Мы над этой проблемой работаем абсолютно каждый день. Вот сегодня около двух часов дня у меня остался телефонный разговор. Мне позвонили два выпускника шестого курса. Которых мы ждем на следующей неделе для собеседования. Также претензии у жителей и к состоянию больницы. В принципе, нужны ремонты в отделениях. Давайте послушаем одного из жильцов, который был как раз на собрании. Предыдущий врач, просто от него достаточно много врачей ушло с больницы. То есть за последние два месяца у человека четыре. То есть педиатр с детской консультацией, терапевт и так далее. То есть при хорошем, мое личное мнение, при хорошей администрации врачу ходить не будет. Новый главврач заявила, что планируется закупка нового оборудования. Но когда, уточнить не смогла, потому что объяснила это тем, что только заступила на должность. И пока ничего обещать не будет. Но также заявила, что будет ремонт в детской консультации. Он запланирован на 2020 год. Это даже уже заложено в бюджете. То есть это действительно состоится, и это никак не связано с ее решением конкретно. Также будет ремонт стационарного отделения. Что касается того, действительно ли изменится ситуация и с врачами, и поможет ли смена руководителя, Марина Чащина не ответила, объяснив это тем, что нужно время ей, чтобы действительно разобраться в том, сможет ли она чем-то помочь больнице. Лиза, спасибо. Будем следить за ситуацией. Это была моя коллега Елизавета Мерзлякова о переменах в Сосновоборской больнице. Продолжение следует...